Урок 10. Задача первая. Угол СОД является частью угла СОЕ. Угол СОЕ 110 градусов. Угол СОД в два раза и еще на 20 градусов больше, чем угол ДОЕ. Надо найти угол СОД. Давайте градусную меру угла ДОЕ обозначим за х. Х градусов угол ДОЕ. Тогда угол СОД в два раза и еще на 20 градусов больше. Значит, 2х плюс 20 градусов. А в сумме два этих угла составляют 110 градусов. Можно составить уравнение. Решая это уравнение, находим х. Х равен 30 градусам. Это угол ДОЕ. А надо найти угол СОД. Значит, 2х плюс 20 градусов получится 80 градусов. Ответ 80 градусов. Задача 2. Угол СОД принадлежит внутренней области угла ЕОФ. Угол ЕОФ 140 градусов. Угол СОД в 7 раз меньше. То есть угол СОД 140, надо разделить на 7. Будет 20 градусов. Угол СОД. Надо найти угол, образованный бисектрисами углов ЕОЦ и ДОФ. Причем известно, что луч ОД внутри угла СОФ. Давайте градусную меру угла ЕОЦ обозначим за 2х. Бисектриса делит угол на 2 равных угла. Значит, х плюс х – 2х. Градусная мера угла ЕОЦ. Градусную меру угла ДОФ обозначим за 2у. У, да еще у. 2у. Известно, что угол ЕОФ 140 градусов. Вот этот угол. Угол СОД в 7 раз меньше. 20 градусов. Значит, можно найти градусную меру двух углов в сумме ЕОЦ и ДОФ. То есть 2х плюс 2у – это 140 минус 20. 120 градусов. Теперь делим обе части равенства на 2. Получается х плюс у – 60 градусов. Надо найти угол, образованный бисектрисами. Значит, х плюс у – да еще 20 градусов. Ответ – 80 градусов. Задача третья. Прямой угол разделен лучом, исходящим из его вершины на два угла. Такие, что шестая часть одного угла равна трети другого. Найдите меньший угол. Шестая часть большего – это 1 треть меньшего. Давайте больший угол, его градусную меру, обозначим за х. Тогда меньший угол – 90 градусов минус х. Потому что они в сумме составляют прямой угол. 90 градусов минус х. По условию задачи шестая часть большего – это треть меньшего. Раскрываем скобки, решаем уравнение, находим х. Х – 60 градусов, это больший угол. А меньший – 90 минус 60, 30 градусов. Задача четвертая. Развернутый угол двумя лучами, исходящими из его вершины, разделен на три угла в отношении 1 к 2 к 3. Надо найти больший угол. Так, одна часть, две части, три части. В сумме 180 градусов. Градусную меру меньшего угла обозначим за х градусов. Это одна часть. Второй угол. Две части. 2 умножить на х. И больший угол. 3 умножить на х. В сумме три этих угла составляют 180 градусов. Развернутый угол. Решая уравнение, находим х. Х равен 30. Вопрос задачи. Больший угол. Значит, 30 надо умножить на 3. Значит, 90 градусов – больший угол. Задача пятая. Два равных тупых угла имеют общую сторону, а две другие стороны образуют угол 80 градусов. Вот этот угол 80 градусов. Давайте покажем равные тупые углы. Это один тупой угол. Это другой тупой угол. Эти углы равны. Равные углы. Равные тупые углы. Надо найти величину тупого угла. Полный угол – 360 градусов. Это два развернутых угла. Если вычесть из 360 – 80 градусов, то мы найдем градусную меру двух тупых углов. Затем надо разделить на два. И получим градусную меру одного тупого угла – 140 градусов. «ПО СТРЕЧАТЬКИ Продолжение следует...